Всем привет! С вами Amway921. Совсем немного времени осталось до выхода обновления 9.2, ориентировочные сроки в которой планируется выпустить где-то там конец июля, ну а мне совершенно случайно совсем недавно попал в руки мега эксклюзив облёт новой карты Эль Халуф версии 9.2. Эта карта появилась в патче 0.6.2.7 аж в декабре 10 года, спустя два года в октябре 12 в патче 0.8.1 ее переработали, перерисовали и вот теперь опять. Колоссальным изменением подверглась верхняя левая четверть карты. Если раньше здесь была некая низменность, которая абсолютно не представляла собой ничего полезного с игровой точки зрения, то теперь тут холм. Огромный холм, покрытый всякими разными скальными выступами, за которыми вполне успешно и эффективно можно прятаться, проезжать безопасно, избегать огня артиллерии и ежесними. Очень удобное место, но мы к нему еще вернемся. Центральная часть карты без особенных изменений, ну по крайней мере таких значительных как верхняя левая четверть. Здесь по-прежнему наблюдается та же самая выпуклость, которая была раньше, которая подходит из той и с другой стороны для подсветки. Вот сейчас возле деревни слева раньше был валун, теперь его не стало, как и с другой противоположной стороны. Это одинаково, это по-честному. Нижнеправый угол карты также изменился, там где вода. Если раньше туда ехали только лишь отчаянные головы и пытались сделать там что-нибудь полезное, то теперь добавили этому всему дополнительные возможности. Вот например такой подъем, раньше которого не было. Теперь по нему можно не только спуститься, но и забраться. Я уверен, что какой-то быстрый легкий танк или возможно средний способен это будет сделать. Подняться вот сюда наверх и полностью перевернуть вообще все представление об Ильхалуфе. Высветить артиллерию и так дальше. То же самое и с другой стороны. Если раньше тут был просто вот такой заворот-поворот, то теперь добавилась некая развилка. Теперь можно сразу не через остальные тела проезжать, а сразу к артиллерии завернуть и решить с ней наконец вопрос на Ильхалуфе. Пожалуй, единственным все-таки местом Ильхалуфа, который тронули меньше всего, это вот база у нижнего левого респа. Здесь все те же самые камни вроде как на тех же самых местах, что и сейчас. Никаких особенных изменений не видно, но а дальше, если мы полетим, то там уже вообще сумасшествие. Спуск с горки, а точнее теперь уже подъем, просто не узнать. Здесь добавились такие камни, на которые заехать просто невозможно. Если раньше любая ПТ-шка имела возможность забраться на такой камень и пострелять сверху, и если что сползти с него, скатиться назад, то теперь такого места тут просто нету. Теперь здесь как на северо-западе, на АБ линии. Либо едешь по самой красной линии в безопасности, но при этом не имея возможности ни по кому стрельнуть, либо едешь справа, огребаешь, но и сам имеешь возможность кого-нибудь посветить или пострелять. Сравнивать это место с прошлой версией просто нереально, потому что здесь нечего сравнивать. Абсолютно новый участок, полностью перестроенный. Любопытно, что вот по этой тропе, например, совсем не стало перепадов высот. Если раньше здесь был спуск с горки, потом подъем в горку, теперь тут просто практически равнина. Только лишь добавились эти вот каменные выступы. ПТшная нычка, многими любимая на правой верхней базе, изменилась до неузнаваемости. Теперь вместо какого-то удобного холмика, с которого можно было пострелять во все стороны, сделали неприступную вот такую крепость, в виде буквы П. Забраться на нее на первый взгляд нереально, ну только если с разгона на каком-нибудь быстром танке, но смысла на быстром танке занимать это место нету. На ПТшке был, а теперь вот его не стало. Совершенно очевидно, что Эль-Халуф колоссально изменился. В очередной раз теперь необходимо будет искать новые места для атаки, хорошие позиции для обороны, командирам всяких различных рот планировать все сначала, изучать карту как будто с чистого листа. Конечно, какие-то моменты остались узнаваемыми и по-прежнему на первый взгляд видно, что это Эль-Халуф, но с каждым разом он преображается все больше и больше. Некоторые из нас по инерции ко всему новому относятся с опаской, а вдруг оно будет хуже чем было, а я привык к тому как было. Но заметьте, вот я привел к сравнению мини карту, которая сейчас есть в патче 9.1 и та, которая будет. Насколько симметричной стала карта, вы просто обратите внимание на разницу. А ведь для игры это самое главное, чтобы карта была симметрична и одинаково допускала победу как одной команды, так и другой. Чтоб все зависело и упиралось в личные навыки, в умения, командное взаимодействие и так далее. Все то, о чем мы с вами раньше мечтали и говорили, теперь становится реальностью. Лично мне нравится новая работа отдела ландшафтного дизайна Wargaming. Все карты, которые они выпускают и переделывают, они действительно на голову лучше всего того, что было раньше. Теперь мы уже не видим такого изобилия цветов размером с танк и прочих всяких несуразностей и красивостей с одной стороны, но бесполезных с игровой точки зрения. Теперь кругом царствует баланс и справедливость. Надеюсь видео вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok